Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Что это за круиз? Почему он так важен? Почему мы о нем говорим? Что это за теплоход такой? Круизный лайнер, как его теперь назвали. Князь Владимир приходит из Сочи в Крым. Ждет ли этот круиз успех среди туристов Черном море? И вообще какие сегодня круизы выбирают российские и украинские туристы? Вот об этом и обо всем будем говорить в следующие 25 минут нашей программы. Для начала послушаем небольшую информационную справку. Репортаж Круизу в портах захода, сообщил директор компании оператора круиза Евгений Берков. Во время круиза мы будем продавать береговые экскурсии. Здесь же будет, уже имеется информация об этих экскурсиях. Можно будет купить путевки, билеты, ваучеры, чтобы посетить самые интересные и привлекательные места тех городов, куда мы будем заходить с нашим судном. Переходы между городами проводятся только ночью. День отводится для развлечений отдыхающих, говорит капитан круизного лайнера князь Владимир Игорь Янков. В этих круизах у нас большую скорость давать не будем. Переходы маленькие. В зависимости от перехода от 6 до 14 узлов у нас будет обеспечена скорость. Успокоители, качки на борту есть для комфорта пассажиров. Это выдвигаются из теплохода крылья под водой. И они в зависимости от качки ее качат. Туристам во время круиза предлагают посещение Новороссийска, двухдневную стоянку в аннексированной Ялте и прогулку по Севастополю. В Ялте российские туристы делились впечатлениями. Минусу путешествия, говорят, стараются не замечать. Мы следили за открытием этого рейса. Знали, что наш президент очень эту программу поддерживает. Поехали первооткрыватели. Мы довольны. Команда старается, обслуживающий персонал старается. А минусы стараемся не замечать. Мы первые. Мы должны поддержать этот. Понравилось все. Судно нормальное, питание хорошее. Да суп был вечером прекрасный. Минусы найти можно во всем. Надо быть более положительным. Круиз собираются сделать еженедельным. Выход судна из Сочи планируется каждое воскресенье. Князь Владимир стал первым за три года круизным лайнером, который прибыл на Крымский полуостров. Ведь после аннексии Крыма Украина запретила судоходство на полуострове. Пассажиров и обслуживающий персонал судна сразу же внесли в базу данных сайта «Миротворец». Это общественная организация, которая известна сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживают. По сообщениям, этой базой пользуются и украинские правоохранители. Валерия Максимова для Крым. Реалии. Репортаж. Вы слушаете радио Крым. Реалии. С вами Александр Рынковский. Сегодня говорим вот как раз о первом рейсе теплохода, круизного теплохода, князь Владимир из Сочи в Крым, в Ялту и в Севастополь. В нашей студии Лариса Слободян, директор компании «Экспресс-вояж», генеральный представитель в Украине круизного холдинга «Ройл Карибиан Крузис». Но для начала у нас есть небольшое, значит, включение, потому что Максим Гардус, это украинский... Нет у нас пока, да, Максима Гардуса? Давайте попробуем с ним связаться. Нас вообще интересовало, что же это за корабль такой и какая у него предыдущая судьба была. Может быть, вы знаете, Лариса? Что это за теплоход «Князь Владимир»? Это корабль, который был построен во Франции в 1970 году. Сказать честно, да, как бы корабль достаточно уже такого зрелого возраста и из-за того, что он переделан и выкуплен в прошлом году, я так понимаю, российским пароходством, да, они как бы подделывали именно специально под этот маршрут для того, чтобы популяризировать круизный отдых, который был очень популярен. И я скажу, что до 2014 года... А вы имеете в виду на Черном море был популярен? На Черном море, да, потому что были судозаходы, которые приходили, и очень много иностранцев приезжали, и они как бы на маршруте смотрели не только Крым, да, как бы, но они заходили в Одессу. И Одесса был основной порт, и как бы длительные стоянки были в Одессе. Но в связи с тем, что произошло в 2014 году, понятно, что все круизные компании отозвали свои суда в целях безопасности. Хорошо, вот сейчас у нас на связи Максим Гардус, украинский журналист. Максим, доброе утро. Доброе. Максим, а что можете сказать непосредственно вот о самом этом теплоходе? Что у него за история такая, этот князь Владимир? Он всегда был таковым князем Владимиром или когда-то его переименовали? Ой, нет, история, во-первых, у него длинная и крайне уважаемая. Судно в солидном возрасте, ему более 35 лет, еще, по-моему, в конце 70-х построено. Изначально это был, между прочим, автомобильный паром. То есть он не строился как круизный лайнер. Потом его переоборудовали, капитально отреставрировали, и он в Средиземном море был круизным лайнером. Со временем его сняли с эксплуатацией, и он долгое время был бесходным. И в конце концов, когда кому-то в России пришла идея, чтобы продемонстрировать, что в Крыму все хорошо, нужно запустить туда круизные перевозки, начали искать какой-нибудь лайнер, который с одной стороны был бы лайнером, но с другой стороны был бы недорогим. А недорогой, это значит бывший и очень пожилой. Вот они его нашли довольно долго. А в какой, Максим, кстати, в какой стране его нашли? Откуда он пришел в Россию? Фактически он израильский. Реставрировали его, если я не ошибаюсь, в Греции. Так. А вот скажите, Максим, то, что он стоял, вот у него такой возраст, на самом деле, вот возраст других кораблей приблизительно такого же типа, насколько это критично, насколько это безопасно? Понимаете, это зависит от качества ремонта. То есть, в принципе, судно, это же как конструктор. Любую старую деталь можно заменить новой деталью. А вот произошла ли эта замена на самом князе Владимире, нам неизвестно. В принципе, после ремонта, насколько я понимаю, ему российский регистр судоходства, это орган, который отвечает за сертификацию ремонтов, сертификат выдал. То есть, ну, я не слышал скандала о том, чтобы Росрегистр когда-либо выдавал сертификаты на то, что на самом деле не проводило. Более-менее приличная организация, поэтому возможно, что ремонт произведен более-менее нормально. Понятно. Спасибо. Ну, я не думаю, что он возьмет и утонет. Хорошо, спасибо. Максим Гардус, украинский журналист, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Я напомню, что сегодня мы говорим в эфире радио Крымреали о круизном лайнере. Князь Владимир, который теперь ходит из Сочи в аннексированный Крым. Делаем мы это с Ларисой Слободяной, директором компании «Экспресс-вояж». Генеральный представитель в Украине круизного холдинга «Карибен Турс». Ларис, такой вопрос. Вот когда его называют лайнером, я смотрю, что у него там длина 142 метра, ширина 22 метра, ну, сухие. Количество мест 940 и 9 палуб у него. А вот в Черном море до 2014 года ходили такие же лайнеры корабли или они были больше, или они были меньше? Они были больше. Они были больше. И, знаете, если вот говорить мне как эксперту, я вам скажу, что лайнеры те, которые видели, да, и которые даже заходили из нашей круизной компании, а заходил только самый маленький «Азамара» из всего холдинга, то корабли подбирались, во-первых, как вы говорите, по безопасности для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Ну, и как бы большое то, что наши порты не всегда могли принять большие корабли. Из-за осадки, да, это называется? Да-да-да, из-за осадки, да. Хотя, в принципе, осадка небольшая, да, она где-то приблизительно 8 метров даже при высоте сверху более 70 метров, но все равно эти моменты учитывались. Ну, и плюс как бы порт, который тоже должен был принимать людей, потому что если мы возьмем мегалайнеры, которые представляют вот наш круизный холдинг, то там более 6,5 тысяч человек. На одном лайнере? На одном лайнере, но они постройки 2011 года, да, как бы самый. А так вот даже те лайнеры, которые представляет круизная компания, да, самому старшему сейчас там 25 лет, но они реновируются каждых 3-4 года. То есть почему это важно, вот делать там ремонт каждые 3-4 года для лайнеров? Безопасность людей. То есть в первую очередь безопасность, да? А все остальные там, не знаю, там комфорт, еще что-то. Вот чем отличается принципиально условно лайнер, который построен в 2015 году от того, что было построено там в 2010 или в 2000 году? Я вам скажу, что эти лайнеры отличаются насыщением, то, что на них есть для развлечения. Потому что они уже новые корабли построены по концепции отдых-отель, то есть лайнер-отель, да, и когда вы приходите на корабль, вы попадаете в пятизвездочный отель. И вот как говорили как бы предыдущие комментаторы, что должна быть, ну даже не Максим, а когда мы слушали сюжет, что должна быть безопасность. И в принципе, когда корабль выходит в море, то корабли именно лайнеры, которые именно по концепции отельного отдыха, они не ходят далеко от берега. Да, у нас есть трансатлантические корабли, которые пересекают океан, а эти корабли, вот приходят они, к примеру, в Европе, и они ходят по тому маршруту, который небольшие переходы. Это тоже важно, потому что, представьте, махина, да, и на этом корабле есть и ледовый каток, на нем есть акватеатр, на нем есть променад, на нем есть центральный парк. Это вы сейчас про Киас Владимир говорите? Я говорю сейчас о лайнерах Royal Caribbean, которые я на Украине уже представляю. Хорошо, смотрите, еще такой вопрос, вот если вот говорить именно про круизы на Черном море, какие города вообще посещали вас? Вы сказали Одесса, а какие вот еще были? Ялта и Севастополь. Так, а если вот взять все Черное море, куда чаще всего заходили? Только Одесса, Ялта и Севастополь. А вот другие там, ну Грузия, Турция не заходили? Нет, не заходили, иностранные лайнеры не заходили туда, к сожалению. То есть именно была интересная им Украина? Да, конечно. Ага, и вот сейчас, после того, после российской аннексии 2014 года, этих кораблей нет в Черном море. А интерес, а интерес есть вот у иностранцев вообще снова вернуться в Черное море? Есть очень большой, потому что, я вам скажу больше, до 2014 года у нас круизная компания МСИ, она даже начинала круизы с Одессы. То есть это было очень удобно для наших граждан. Да, скажу, что и россияне сюда приезжали, и сейчас как бы ближайшее, что у нас есть как бы для граждан Украины, это только европейские круизы. То есть Украина была всегда очень интересна. И если у нас до 2012 года только из нашего бренда заходила Азамара, то уже в 2014 году планировалось 4 захода круизной компании Celebrity. А это уже премиум класс, и на ней уже более 3,5 тысяч человек. И достаточно как бы популярная. И самое интересное, что именно эти маршруты и у Celebrity Азамара и других круизных линий, понятно же, да, Украина как бы была очень интересна, потому что небольшие порты, много чего есть посмотреть. И понятно, что интерес к Украине очень большой. Вот клиент, который выбирает круиз на теплоходе, почему он выбирает такой круиз, а не, допустим, просто полететь куда-то там, ну, не знаю, на какой-то курорт и там находиться? Вот почему? Вы знаете, вот даже если мы затронем тему, которую мы сегодня поднимали, князь Владимир, потому что ты в круизе посещаешь несколько городов, и тебе удобно, что один раз разобрав вещи, да, у тебя каждый день новые впечатления. Во-первых, это безопасно, во-вторых, как бы это удобно. В-третьих, на всех кораблях, я думаю, именно там, в частности, питание, все включено целый день, плюс развлекательные мероприятия. Поэтому человек, попадая на корабль, особенно если в Европу мы возьмем, они посещают три страны, более пяти городов. А если мы возьмем как бы продолжительные маршруты от десяти ночей, да, то там уже будет и больше стран, понятно, больше портов, и это каждый день какие-то новые впечатления и эмоции. Понятно, но смотрите, да, вот на первый тур как раз, на первый этот трейс из Сочи в Севастополь, было продано всего лишь половина билетов. Я не знаю, с чем это связано, может быть, это связано и с ценой в том числе, потому что вот минимальные цены там от 26 тысяч рублей и до 65 тысяч рублей за неделю, это получается, ну, там, от 500, ну, условно, да, где-то там 450-500 долларов, это каюта без иллюминатора, и свыше тысячи долларов, это уже за каюту там с окном. Вот насколько такие цены являются конкурентными? Они не являются конкурентными, и если мы говорим с вами о европейских круизах, то цена немножечко высоковата. Даже для европейских круизов это высоковато? Да, это высоковато, потому что если мы возьмем круиз на компанию Коста, там каюта будет стоить где-то в пределах 600 евро на недельный круиз. Но я думаю, что это из-за того, что, во-первых, как бы корабль нужно обслуживать, понятно, что и как бы и портовые там услуги очень дорогие, ну и плюс как бы новизна, но из-за того, что все-таки в последнее время, как бы этого нельзя отрицать, в России очень сильно развиваются круизы, и речные круизы, и морские, и я думаю, что они приложат максимум усилий для того, чтобы его загрузить. А вот если говорить, да, про развитие речных и морских круизов, насколько растет востребованность такой услуги, да, вот такого направления? Очень сильно. Вот, например, в России, если говорить. Нет, давайте мы будем говорить об Украине. Нет, Украину, возьмем Украину. Это несмотря на все тяжелые, как бы, экономические ситуации, все равно растет рынок. А в Украине что происходит? В Украине, конечно, я могу сказать и похвалиться таким большим ростом, но то, что круизный отдых очень востребован, и то, что он растет, и количество людей увеличивается, да, это есть. Ну, может быть, процентов 5-10 вот в этом году мы добавили. И самое интересное, что те люди, которые один раз поехал в круиз, они возвращаются. Я вам, ну, не буду говорить цифры этого года, потому что этот год не совсем простой, да, и у нас, как бы, все-таки в стране не совсем такая отдыхающая ситуация. Но если мы говорим до 2014 года, то когда офис Ройл Кариба накрылся в Украине, это было в 2007 году, и мы, я, как бы, продавала 500 человек, да, то в 2014 году это было более 4 тысяч. То есть, вот, можете себе представить, существенный рост, и, как бы, последние тенденции, как бы, говорят о том, что все-таки, да, круизный рынок будет расти. И если говорить о глобальной тенденции в мире, что вы понимали, вот те новые лайнеры, о которых мы с вами говорили, если он в 2010 году был один на 6,5 тысяч человек, то в 2018 году их уже будет 5. То есть, и самое интересное, что из того, что мы видим сейчас, и то, что происходит в Европе, то не хватает объема кораблей, потому что каждая круизная компания хочет построить новый лайнер, а это мегалайнер, который более 6 тысяч человек. То есть, желающих воспользоваться, отправиться в круиз больше, чем теперь, получается, таких есть возможностей. Ну, это удивительная вообще информация. Скажите, ну, а вот сами эти круизные лайнеры. Я, кстати, неоднократно, знаете, слышал от крымчан, которые работают в туристическом бизнесе, что нам и не нужны вот эти круизные лайнеры. Ну, знаете, не от чиновников, а вот от тех, у кого там мини-отели там или кафе, рестораны. Они говорят, знаете, они же вот там живут у себя, они приходят, этот теплоход, они живут там, они едят там, они вышли просто, ну, какие-то копейки потратили на там сувениры или что-то еще, и все, в принципе, мы с них ничего не имеем. Нет, это неправда. Я не знаю, кто вам такое говорил, но я скажу, что не только из-за мысли. Вот насколько вообще эти, да, насколько вот эти люди, которых привозят такой круизный теплоход, они влияют на экономику курортного города? Ну, смотрите, они берут экскурсионную программу, да, у нас, когда приходили корабли в Одессу и Ялту, у нас были экскурсии, и в один момент выходило более 700 человек, которые экскурсии предоставляли же не круизной компании, а теми перевозчиками и людьми, которые были здесь, да, они посещали музеи, они как бы оплачивали услуги гидов, все равно они где-то кушали. То есть я не могу сказать, что это не востребовано, и самое интересное, что даже из того, что я вижу, и кто занимается именно организацией обслуживания в портах, они достаточно говорят, что это очень хороший бизнес. И корабль платит, да, то есть вот собственник корабля платит за коробку? Платит, конечно, это очень дорого, и скажу, что в то время, в 2014 году, именно портовые сборы были самые дорогие в Украине, да, и у нас есть порты, и как бы от этого зависит от маршрута, и чем меньше порт, тем более как бы дорогие эти услуги. То есть мы получаем официальные, да, налоги, которые приходят в бюджет страны, ну и плюс как бы через организацию трансферов, экскурсионных программ, организацию питания, эти услуги тоже предоставляются в нашей стране. Ну, возвращаемся к этому кораблю, князь Владимир, вот у меня есть историческая справка, на самом деле он назывался Royal Iris, был построен в 1971 году, действительно, как автомобильный паром. Британская компания поставила этот паром на обслуживание маршрута Southampton, Lissabon, Tangier, это такое, получается, вообще как бы трансатлантик. Марокканский, нет, это Марокко, он переходит из Southampton в Лиссабон, и потом переходит в Марокко, то есть это не трансатлантика, а трансатлантика, если он перешел... То есть, ну, в Африку, да, он как бы заходит через Атлантику, получается, да, но маршрут оказался неудачным. Паром в 1975 году был продан и стал осуществлять уже круизные паромные рейсы в Средиземноморье. В 1981 году паром «Азур», тогда он стал называться, да, перестроен в круизное судно, на судне были добавлены пассажирские каюты на бывших автомобильных палубах, а до корме был установлен дополнительный бассейн. В 1994 году круизный лайнер был продан и совершал круиз из Венеции и Генуи, пока в 2004 году компания, которая осуществляла перевозки, не объявила о своем банкротстве. Когда это произошло, лайнер был арестован портовыми властями Гибралтара, и после лайнер был продан компанией, базирующейся в Израиле, за более 10 миллионов долларов США. Ну, по-моему, небольшие деньги за такой большой корабль. Да, небольшие. Но уже января 2017 года круиз Industry News сообщила о том, что лайнер под именем Roy Star будет введен в эксплуатацию и начнет выполнять круизы в Черном море по маршруту Сочи, Ялта, Севастополь, Стамбул, Сочи. Лайнер был куплен предприятием Rossmoorport. Цена сделки, включая стоимость реновации судна, составили 12 миллионов долларов США. И специально для эксплуатации лайнера было создано предприятие Черноморские круизы. Ну, вот такая информация, которая нам известна об этом лайнере. А если говорить вот еще, я напомню, что вот у нас Лариса находится, Слободян, директор компании Express Voyage в нашей студии. Лариса, а если говорить вот о развлечениях, я смотрю, что здесь у них есть там два ресторана на этом теплоходе, кинотеатр, парикмахерская, спа-зона, аква-зона, четыре бассейна, ну и так далее. Насколько это отличается от того, что есть на современных лайнерах, вот больших, о которых вы говорили? Что там есть такое? Сильно отличается. И если мы говорим о тех кораблях, которые сейчас популярны и на российском рынке, и на украинском рынке, то все наши гости выбирают, понятно, что самые большие корабли с максимальным развлечением. Ну, вот даже если мы говорим именно о развлечении, куда пойти? 3D кинотеатры, акватеатры, о котором я уже вспоминала. Акватеатр? Да. Это акватеатр глубиной более 16 метров, где выступают водные акробаты, шоу фонтанов и ежевечерние вот эти представления. Герои DreamWorks, да, как бы подписан на контракт с американской, они тоже как бы играют с детьми, проводят разные мастер-классы. Что интересно, еще есть ледовый каток и ледовый каток с двумя шоу. И очень много наших бывших спортсменов участвуют в этих программах. Я не могу не вспомнить о том, что у нас есть аттракцион свободного падения на корабле, у нас есть серфинг, у нас есть, понятно, тренажерные залы, у нас беговые дорожки, у нас каждый вечер шоу-театр, бродвейские мюзиклы. Поэтому, попадая на корабль, я вам скажу честно, что за недельный круиз человек не в состоянии посмотреть и всю развлекательную программу обойти, потому что очень много времени. Хорошо, давайте еще посмотрим, что вот про князь Владимир говорит гендиректор компании «Росмортпорт» Андрей Тарасенко. В каждом порту уже у нас до загрузки идет там где-то по 60, по 50 человек идет, потому что многим удобно там доехать до Новороссийска было, хотят с Новороссийска доехать до Ялты. Многие хотят именно с Севастополя приехать в Сочи сюда, потому что в Севастополе мало кто был здесь в Сочи, им очень интересно. Вот такой вот у нас баланс идет пассажиров. А, Ларис, ну вот смотрите, да, получается так, что это выглядит так, что они не взяли достаточно большое количество туристов и теперь добирают просто, давайте хотя бы поедем, садитесь в свободное место или нет? Ну, это да, да, с одной стороны, да, потому что... Насколько такая практика вообще распространена, когда подсаживаются? Вы знаете, не все круизные компании подсаживают. Есть у нас компания MSIC, на которую подсадка возможна в каждом порту, да. Да, у Royal Caribbean это невозможно, потому что они считают, это некомфортно для самих граждан. Вот они загрузили корабль, и он в полном составе доплывает до конечной остановки. Из-за того, что есть люди, которые живут там в определенном городе, да, я не знаю, как в данном случае у нас будет на князе Владимир, но если люди подсаживаются в Генуе, да, и выходят в Генуе, или в Марселе, и выходят в Марселе, то есть они путешествуют от пункта А в конечный пункт. Как в этом случае, ну, я думаю, что правда, как бы дозагрузка, но и они, наверное, считают, что переехав из Невроссийска в Сочи, а дальше как добираться, ну, мне сложно об этом говорить сейчас. Спасибо, Лариса Слободян, директор компании «Экспресс», «Вояж», была гостья нашей студии. Напомню, что сегодня мы говорили про первый рейс круизного лайнера «Князь Владимир», который отправился из Сочи в Севастополь. Но на самом деле от всей этой ситуации, которая возникла в 2014 году, от российской аннексии Крыма выиграли во многом не Россия, и уж точно не Украина, а выигрыши оказались другие участники, которые предоставляют туристические услуги на Черном море. Через пять минут мы продолжим нашу программу после выпуска новостей.